Смотрите Кончик обломался на китайце Здравствуйте, друзья! Сегодня я протестирую вот этот китайский гарберг от компании TwoTown, который мне был предоставлен на тест Андреем, товарищества Завьялова Поехали! Что идет в комплекте с этим ножом? Коробка, в ней нож с ножнами Соответственно, здесь крепление, на котором брусок алмазный Китайская огнива Крепление молли на разгрузку И вот, собственно, еще такой вот держатель ножа Когда он закреплен на молли Здесь у меня представлено все то же самое, только оригинал Это компания Мора Мора Гарберг Друзья, я считаю, что компания Мора Это концепция То есть То, что здесь есть нож Это замечательно, но не это главное Главное вот эти все аксессуары Как они подогнаны, как они работают, из каких материалов они сделаны И на это я и хочу обратить ваше внимание Давайте сравним ножны от Китайца и ножны от Моры В первую очередь, как закрепляется здесь подвес Это Мора, оригинал Слышите, да, какой щелчок И снять не так просто Вот, еще раз Оп Соответственно, нож никуда не потеряется Ведь этот подвес, он закрепляется на поясе И потом вы можете туда уже вставить непосредственно нож с ножнами И защелкнуть Оп Соответственно, нож никуда у вас не денется вместе с ножнами То же самое касается крепления на разгрузку Молли Сюда одевается вот эта вот часть Также она защелкивается, слушайте Щелчок Просовывается Вот он, подвес Сюда Вставляется нож Мора Что мы видим здесь? Никакого щелчка я не слышу И все это гуляет, но очень легко То есть нож банально может выпасть из ножа Объясняю как Вроде бы здесь, да, вот есть крепление Вот это Опять же, обращу на него ваше внимание Как оно осуществлено у Моры Вот Моровская и вот Китайская Здесь это какая-то резинка И она достаточно тонкая Она тоньше, чем на море Вот сейчас я закреплю Мору Я не могу даже сдвинуть ее Вот эту вещь Вот я пальцем жму Никуда она не сдвигается Соответственно, нож Он не выпадет Никуда Он и так хорошо достаточно У Моры держится Но и с этой штукой он не выпадет Если вы на разгрузку Его повесите кверх ногами Вообще, вниз рукоятью Соответственно, теперь смотрим Как это осуществляется У компании Китайской Тутаун То же самое мы вот сюда Запихнули Вложили нож Смотрите, застегиваем И вот эта вот вещь Она очень легко сдвигается И спадает Этому еще Не препятствует Вот это вот закругление Которого На оригинальной море нет практически То есть здесь Вот видите, она одной толщины А здесь как скруглено по краям У копии Моры Поэтому вот эта вот штучка Она спадает Плюс она Не натянута настолько Насколько натянута У оригинала Поэтому Вот так застегнув нож Вы его очень легко Можете потерять Потому что эта штучка Она в любую сторону съезжает Вот И еще К тому же Сейчас холодно на улице Поэтому вот эта вот резина Она немножко сжалась Уверяю вас Когда я дома это делал Это вообще она не держалась Практически штучка Поэтому Это конечно минус Потому что Если нож закрепляется Вот так Кверх тормашками Он и так здесь Я бы не сказал Что хорошо Вот видите Он гуляет здесь Чего кстати говоря У оригинала тоже нет То есть Он либо вытаскивается Либо вставляется Щелчком Здесь Он ходит туда-сюда И вот так только вытаскивается Так что Вот такие вот нюансы Плюс Ко всему Давайте уже перейдем Теперь К другому креплению Сейчас я сниму Повешу сюда петельку Вот опять же щелчок Оп И Вставлю Вот эту вот штучку Крепление Послушайте Какой щелчок здесь Все Я понял Что оно защелкнуто Теперь Смотрите Что здесь Оп Никакого щелчка Защелкнул я или нет Проверю Это она защелкнута была Но щелчка нет Снимается достаточно легко И я не понимаю Почему оно не защелкивается Вот как ее туда Не надевай Щелчка нет И давайте еще раз На оригинале Снять ее будет Сразу скажу Непросто Вытащил Вот И защелкивается она Со щелчком Смотрите Слушайте Вот этот щелчок И все Никуда она не денется То есть Вы видели С каким усилием Чтобы ее вытащить Мне понадобилось В принципе Очень Непросто Это сделать Здесь Это просто Делается Вот Чуть-чуть Просто надо упереться И она свежает То есть В принципе Можно эту штучку Потерять Запросто Я уж не говорю Про то Что можно потерять Нож Из-за вот этой Из-за хлястика Такого И это же касается Вот этой вещи То бишь Подвеса На ремень Давайте я сейчас сниму Вот тут Одину подвес Вот он Надет полностью Смотрите Как он Легко Отсюда Вытаскивается То есть Опять же Щелчка нет Все это слетает И Оригинал Чтобы еще постараться Надо чтобы снять Сейчас я упрусь Оп И щелчок Вот Такие вот Важные На мой взгляд Нюансы По качеству Пластика Ничего не могу Здесь сказать Сделано в Швеции Сделано в Китае Напись Просто Прецедент был такой С пластиком Что В предыдущем Вот ноже Тутаун Тоже компании Там был нож Копия Бушкрафта Моровского Там пластик На креплении лопнул Соответственно Я не думаю Что здесь чем-то Пластик будет отличаться То есть У китайца Хрупкий пластик Опять же Андрей Обрати на это Внимание То есть Может быть Это можно Как-то решить Потому что Тут много чего Можно решать В общем Вот такие вот Нюансы Чуть было не забыл Сами вот Крепления Чтобы на моле Закрепить На разгрузку Это вот Моровская Ей я уже Пользовался Но посмотрите Насколько Вот толстая Вот это вот Вот этот слой Куда липучка Заходит Что здесь Что здесь Он такой толстый И из него Ничего не торчит Хотя Я им несколько раз Уже пользовался Я закреплял На рюкзак И давайте Покажу Как здесь У китайцев Тонюсенький слой Вот И когда Вот его Один раз Отцепляешь Все вот это Вот оно торчит Посмотрите То есть Пару раз Одел Снял И держаться Вот эта китайская Штука Она не будет уже То есть Липучки Совершенно Разного качества На море Гораздо Качественней Сразу хочу Пока я не забыл Сказать о том Что Нож Гарберг В России Является Холодным оружием По этому ножу Который Копия китайской Андрей Сказал Что здесь Будет решаться То есть Вот этот вот Кончик Где острие Будет Больше 70 градусов Чтобы по законодательству Он проходил И нож будет уже Тогда сертифицирован Это тоже Вот Такой момент На который Я обращаю Внимание То есть Это прототип Фактически Ножа Конечный результат Он должен будет Как-то отличаться От Гарберга Вот Чтобы его сертифицировать Потому что Вот на данном Видео Оба ножа ХО И далее Хочу обратить Ваше внимание Уже непосредственно На рукояти Ножей А именно На материал рукояти На оригинале Стоит Точно Не помню Как это называется Материал Но это что-то Среднее Между пластиком И резиной Он очень твердый Он твердый Практически Как пластик Но это не пластик Это Такой вот Твердый резинопласт Как Говорили В море Такие вот вещи Они ставятся На кувалды Этот материал Он очень прочный И соответственно Это нож для тяжелых работ Позиционируется Компанией Мора И им можно в принципе Делать все То есть Это вот бушкрафт Выживание Вот такие вот вещи Поэтому вот этот материал Он очень такой серьезный На китайце Материал другой Он здесь мягче гораздо И это можно видеть Даже вот По следам Вот здесь вот видно Вот видите Следы вмятины такие Это оставляют ножны На оригинале Никаких следов нет То есть Это Полупластик Полурезина Очень такой Материал Мощный такой И вот у меня Этот нож Уже давно живет У меня еще до этого Гарберг был Еще есть Это вот Сэндвик Здесь стоит 14 Здесь кстати Аус 8 Заявлены китайцы Вот И соответственно Там клинок черный Здесь он вот такой Вот Металлического цвета Рукоять Здесь скопирована Не один Прям в один Это можно вот С этого ракурса Увидеть То есть Здесь Все вот заподлицо Сбоку А здесь Вот Выпирает Вот эта Средняя часть Вот видно Вот здесь вот Вот В руке Мне больше нравится Как оригинал лежит Ну это знаете Уже вкусовщина Такая Кому что нравится Я просто Обращаю Ваше внимание Что Здесь Вот эта Модель Она скопирована Не один в один Как На том же Ноже Бушкрафт Вот И материал Здесь мягче Соответственно Лупить по нему И что-то такое Делать Я бы не стал Здесь Более надежный Материал На оригинале На море Вот о чем я говорил Это вот Китайская копия Вот видите Здесь Задир такой На резине Причем Я ничем нож Не задевал Он изначально Уже вот из коробки Был вот с этим задиром И это тоже Показывает И вот эти вмятины Вот здесь Которые от ножа Над пластика Идут Посмотрите На оригинале Не намек На вмятины Вот То есть Материал Совершенно Разный Поэтому Здесь конечно У оригинала На мой взгляд Есть преимущества Давайте теперь Посмотрим На остроту Этих ножей Сейчас я бумажку Возьму Все ножи Которые мне дал Андрей В том числе И вот этот нож Они прям На выставке Их поправили То есть Сняли Заусенец На профиле Алмазом Поэтому Заточка Здесь должна быть Отличная Но Не знаю Видно Нет Вот здесь Какие-то Забоины Идут На клинке Вот На режущей Где режущая кромка Вот здесь Вот Я думаю Видно Это так Было изначально То есть Я этим ножом Ничего не делал Ну да Идеально Заточили его Так Это вот Заточка Обычная Ну вот Можно сказать Она уже Подсела Да Этот нож Я не правил Ничего Вот как Он В работе был Так он и остался Поэтому будем Проверять В таком виде В каком он есть Заточка У него Чуть-чуть Похуже Так И Приступим Сразу Построгаю Палку Ореховую Начну Копией Китайской Строгает Неплохо Оригинал Оригинал гораздо бодрее Строгает Прям Интересно Мне Китайцы Да С трудом Он лезет Внутрь Вот этим Я сейчас Залез Даже Дальше Сэндвик Бодрее Почему Строгает Не знаю Здесь Но здесь 14-й Сэндвик Не 12-й Как на всех Морах То есть Поинтереснее Так Китаец Разламывает Просто Мора Да Мощь Китаец Вот он По поверхности Неплохо Идет Но если Вот Моры Сейчас Я так же Сделаю Ого Она просто Срезает Откровенно Говоря Не ожидал Потому что Вроде бы Угол заточки Одинаковый Но Мора Здесь Бодрей Прям Строгает Причем Хорошо Бодрей Так Прям На Бушкрафте Не было Не было Такой Разницы Предыдущее Тестирование Здесь Разница Есть И она Такая Уже Уже Немаленькая В общем Мора Пока Впереди Так Давайте Порублю Сначала Китаец Два Так Теперь Мора Раз Два То же Самое Ничья Так Моры Я уже Колол Не раз Теперь Китайцам Сейчас Расколю Так Сделаю Досочку Такую Еще раз Клану Вот так Вот Где-то О Тоже Проще И Сейчас Проверю Кончик Так Вылезает Прям Оттуда Расколол Ветку Эту Палку Еще Разочек Смотреть Кончик Обломался На Китайца Да Да Интересно В каком месте Он Отвалился Сейчас Поищу Может Найду Я его Вот Там Он Блестит Кончик Вот Видите Вот Он Блестит Кончик Отломался У Гарберга Китайского Мора Я делал Такие Вещи У меня Никогда Такого Не Бало Видимо Он Хочет Уйти Из Разряда Холодного Оружия И Поэтому Кончик Свой Отдал В любом Случае Когда Нож Будет Уже Подготовлен Под сертификат Наш Российский То здесь Кончик Будет Скорее всего Мощнее Поэтому Возможно Такого Не Случится Но Опять же Это Звоночек К тому Что метал Вот этот Вот Который Здесь Закален Возможно Слишком Сильно Потому 60 А как Андрей Сказал Там Вся 61 Единица Возможно Он хрупким Стал Из-за Этого Так Что Вот Так Вот Ну Надо Сказать Не такой Прям Большой Кусок Откололся Но Тем Не Менее Вот Так Это Выглядит Давайте Я Оригиналом Тоже Ковырну Чтобы Показать Как Это Все Работает Ну Вот Видите Как Он Выколупывает Куски Вот Кончик На месте Но Этим Ножом Надо Сказать Я Им Ковырял И Дуб И В принципе Кончик Остался Тем Самым Как Он И Был Вот Он Острый Ноготь Цепляет Не Этому Ножу Я Вот Доверяю Гарбергу Оригиналу Так Ну Что Ж Давайте Покажу Как Ножи Строгают Огненное Перо Так Это Оригинальная Мора Гарберг Рез Контролируемый Все Отлично Вот Она Перышко Вот Такое Сделала Теперь Китайская Копия Давайте Это Я Откину Все Чуть Она Как-то Посложнее Но Тоже Делает Так Это Вот Мора Сделала Это Вот Китаец В принципе Работать Можно Но Мора Мне больше Нравится Честно Скажу Давайте Проверю Остроту Мора Больше Рвет Чем Режет Ну В принципе Она Так И Резала Изначально Плохо Китаец Китаец Лучше Нарежет Все Так Давайте На этой Бумаге Я проверю Как Работает Обух В качестве Кресала Так Это Китаец Со Сломанным Кончиком Огниво Про Не подведет Хорошо В качестве Кресала Вопросов Нет Работает Так Я тут Настрогал Еще Четка Щепок Сейчас Хочу Показать Как Оригинал Высекает Искру Сейчас Секунду Огниво Про Это Огонь Да Плохо Я Поджег Потухло Давайте Еще разочек Оцаревшие Немножко Щепки Видите Они Потухают Но Если У вас Есть Огниво Про Вы Все равно Подожжете Что Я вам И демонстрирую В общем В качестве Кресала И тот И тот Нож Работают На ура Как вы Видите Щепочки Горят А значит И огонь И костер У вас Всегда Будет Огниво Про Рекомендую Друзья Выводы Вы Конечно Сумеете Сделать И сами А я Вам Китайского Ножа Фирма Тутаун Копии Мора Гарберг Давайте Начну С плюсов Плюсы Они Всегда Приятнее Первый плюс От богатой Комплектации Значит Здесь Сразу Идет И вот Подвес С огнивом И брусочком Алмазном И креплением Молли В общем Все что только Можно Докупить Гарберг Разве что Отсутствуют Кожаные Ножны Которые Тоже У Гарберга Есть Можно С кожаными Ножнами Приобрести А так Все По отдельности Покупается Вы можете Либо с Молли Купить Либо Просто В таком Простеньком Исполнении С ножнами Без всего Либо С ножнами С Китом Таким Соответственно С огнивом И с брусочком Здесь У китайцев Все Вот сразу В одном Это плюс Второй плюс Это цена Конечно Китайская копия Она Дешевле Чем Оригинальная Мора Гарберг Вот такие Вот плюсы Ну и конечно Есть и свои минусы Как и у Любого изделия Какие здесь Минусы Это То что Подвес Плохо Фиксируется Да То есть Вот он Без щелчка Гуляет И можно Потерять нож Как этот Так и вот Такой Вот Они тоже Без щелчка Еще что Резиновый ремешок Также здесь Вот он тоже Плохо фиксируется Я вам показывал Он съезжает С ножа И тоже Нож может Вывалиться Если вы его Носите Вниз рукоятью На подвесе Молли Это конечно Тоже Неприятность Может произойти Затем Подвес Крепление Вот этот Вот Огниво И Брусочка Алмазного Тоже Не защелкивается Щелчка Нет И соответственно Вот он Непонятно То ли вы защелкнули То ли нет Тоже можно Это все потерять К сожалению Дальше Нож Вот эта вот Копия Она Как я показывал Гуляет в ножнах То есть Вот Тоже не очень Хорошо Это И Конечно Пластик Вот этот Вот Вернее Резина Рукояти Она Менее прочная Скорее всего Чем у Моры Потому что Здесь Она специально Была разработана Под эту модель И она Прям Очень Такая Твердая Жесткая То есть Можно по ножу И постучать Дрыном Каким-нибудь И в принципе Он это выдерживает Здесь Это резина И она может И не выдержать Таких нагрузок И наверное Самое печальное Это то Что Этот нож Лишился Кончика При Испытании Его При ковырянии То есть К сожалению Наверное Вот эти Высокие Роквилы Они Какую-то Хрупкость Дали Ножу И кончик Этот Отломился Поэтому Вот такие Вот Выводы Получились Плюсы Минусы В любом Случае Каждый Из вас Сам Решает Что Ему Предпочтительное Оригинальный Нож Или Вот такая Вот Копия От компании Тутаун Пишите Ваши Комментарии Под видео Что вы Думаете В целом Об этом То есть Стоит Вообще Делать Такие Копии Не стоит Может быть Что-то Посоветуете Что-то Расскажете Интересное Чем Вы Пользуетесь Опять же Я думаю Что может быть И Андрей Товарищ Созавьялов Почитает Комментарии И ему Тоже Что-то Будет Полезно Узнать От вас Дорогие Друзья Как вы Считаете Как вы Относитесь Вот К таким Вот Копиям Известных Ножей А на этом Все Надеюсь Видео Было Интересным Информация Была Полезной Увидимся На канале Всем Удачи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует